Туземцы называются, короче говоря, в Австралии туземцы. Не туземцы, в смысле местных жителей Австралии. Туземцы. Ну, для нас они туземцы, да. Ушкенышка? Нет. Не важно. Ну, не важно, короче говоря. Он довольно много просветил времени изучению вот этих вот примитивных культур Австралии и вот этого вообще как бы макронезийского региона. Соответственно, в основном антропологи, которые изучают жизнь примитивных времен, они очевидным образом в первую очередь делают упор на изучение магических или регионных ритуалов, потому что любое примитивное общество, оно обладает огромным потенциалом магического или религиозного мышления. Это вот когда мы уже потихонечку движемся по социальным ступенькам развития, чем больше у нас и сложнее социальные институты, тем меньше у нас будет различных магических и регионных ритуалов, тем больше будет обычных социальных ритуалов. Я потом приведу пример, поймете. В общем-то, в социологии, короче говоря, ритуал у любой воспринимается как некие формальные действия, которые следуют установленному образцу и выражают через эти действия некий общественный смысл или просто общий смысл. В общем-то, если совсем можно говорить, то ритуал – это некая форма регулярно использующегося образца кредитного взаимодействия. В общем-то, пойдем к типам ритуалов. Это ритуалы, которые… Ритуалы, в принципе, типологизируются относительно тех функций, которые они выполняют, но если в общем рассматривать все ритуалы, то у нас бывают кризисные ритуалы. Что такое ритуал? Представьте, что вы житель примитивного общества, месяц не идет… Несловно представить. Месяц не идет дождь, мы проводим коллективный магический или ритуал моления для того, чтобы преодолеть резко возникший кризис. Ну, не знаю, там, если проводить, ох, какие-нибудь более близкие к нашему времени аналогии, крестные ходы в честь, там, не знаю, победы эпидемии коронавируса. Ну, такая сомнительная, конечно, история с точки зрения современной технологии, да, собираться все вместе, как бы прикладываться к иконам… Ладно, короче, бывают календарные ритуалы. Это любые ритуалы, которые связаны с календарным предшествием года. То есть, ритуалы урожая, ритуалы празднования каких-либо календарных праздников. То есть, например, празднование Нового года – это ритуалы. Коллективное празднование Нового года – это, соответственно, коллективный ритуал. Ритуалы идентификации. Ой, у меня тут съехало. Всё, подожди, я не могу пройти на ходу. Ну, короче говоря, представьте, что вот эта фраза «мужские и женские», она на другой языке. Ритуалы идентификации. Что такое ритуалы идентификации? Когда в обществе случается какая-то жопа или какой-то кризис, нам нужно совершать ритуалы, которые будут действовать на групповую сплоченность нашего, ну там, конкретно отдельно взятого социума, для того, чтобы мы почувствовали себя, во-первых, стабильнее, во-вторых, безопаснее и, в-третьих, это усилило нашу связь как группу. С этой точки зрения, например, сейчас Конкон – это один глобальный коллективный ритуал, который помогает нам удержаться на это грешно-твердое. Потом бывают мужские и женские ритуалы, то есть гендерно разделенные ритуалы, понятно, да? Вот это ритуалы, например, ритуальный мужской танец боевой перед выходом на охоту, или женские, короче говоря, святочные гадания коллективные в какой-нибудь бане, да? Они гендерно разделены, поэтому мы говорим о том, что есть мужские и женские ритуалы. Ритуалы, конечно же, бывают одиночные, групповые. Самый простой пример одиночного ритуала – ритуал, ритуал, господи помилуй, ну, в общем, там, например, какие-то там… Ну, то есть осенить себя крестом – это уже ритуал, да? Групповой ритуал, ну, тут все понятно, по количеству людей. Ритуал бывает регионно-социальный, тут тоже все понятно, мне кажется, не надо расширять их. И бывают ритуалы перехода или инициации. Что такое ритуалы перехода или инициации? Это когда один человек, группа людей, проходит через ритуал, чтобы получить новый статус или роль в этом конкретном обществе. Или новый статус или роль, ну, там, относительно, ну, там, современной юридической системы. То есть самый простой бытовой ритуал – это ритуал бракосочетания, когда два человека объявляют, что они муж и жена, и в глазах общества они, соответственно, становятся мужем и женой. Ну, то есть, некая томатная ячейка семья. Или, например, ритуалы инициации, там, современные ритуалы и инициации – получение паспорта в 14 лет. Ты получил паспорт в 14 лет, ты инициируешься как человек, которому доступны определенные способы правового взаимодействия, правовой ответственности и всего такого. И, там, человек, у него еще паспорт, он у нас уже считается немного взрослым. Вот. Если говорить применительно к, ну, там, более примитивным сообществам, там, ритуалы перехода и инициации, ритуал перехода, например, это… Вот помните, как в деревнях провожали всегда невесту по всякими, там, плачем, там, какими-то отчитываниями всем остальным, когда она, ну, формально ритуально умирала для своей семьи, переходила в новую и там возрождалась уже как новый член общества, да. Или ритуал перехода, ну, там, совсем уж такой, как бы, в примитивных сообществах, да, когда маленького мальчика заставляют проходить, там, через ряд каких-либо практик формата голодания, там, провести ночь в очень страшном месте или еще что-нибудь в таком духе, да, и когда он удерживает это испытание, на следующий день его иницинируют как полноценного маленького мужчину, относящегося к этому племени, и он, ну, уже там, полноценный член этого сообщества. Дальше. В общем-то, мы сейчас перейдем к функциям ритуалов и небольшой экскурс. Вообще, в принципе, одним из первых, кто заговорил о ритуалах, это был Эмиль Дюргейм, основоположник социологии, в принципе, да, один из толков социологической науки, и у него было огромное исследование по тому, как вообще, в принципе, как происходит ритуальная жизнь у общества, какие социальные можно выделить компоненты любых ритуалов, и, в общем-то, самое важное, что выделял Дюргейм в ритуалах, это оживление коллективных чувств людей, которые участвуют в ритуалах, для усиления их социальной сплоченности, чтобы люди в процессе ритуала почувствовали свою принадлежность к какой-то социальной группе, вот, и все, что люди. Ну, Комконг – классное место, да, мы с вами собрались на некий коллективный ритуал, где мы чувствуем свою принадлежность к социальному целу, то есть общность ролевиков, в общем-то, и мы производим некие действия, для того, чтобы почувствовать себя этими роликами. Мы ходим по семинарам, читаем их, ходим на кабинетки или проводим, ну, и там, вот, поддерживаем общий уровень контекста. Вот. Если говорить… Сейчас вот я чуть-чуть еще осталась в теории, потом поближе к «Левом и доме» перейдем, друзья, сидящих в телефонах. В общем-то, если говорить в общем о функциях ритуалов любых, первая функция ритуалов – это социализация. То есть любой участник, вошедший в некий ритуал, он социализируется в этой группе, он становится в этой группе своим и начинает понимать правила поведения в этой группе через участие в этих ритуалах. У ритуала есть функция социальной интеграции. Это означает, что мы берем в наш коллективный ритуал каких-либо людей извне, проводим их через этот ритуал, и они становятся нашими, своими в нашей мегагрупповой общности. И дифференциация – что это означает? Что люди, прошедшие ритуал, они уже себя осознают некой атомарной ячейкой, и у них четко выделяется… То есть прохождение через ритуал четко показывает, где свой, а где чужой. Кто прошел ритуал – тот свой, кто не прошел ритуал – тот не наш. То есть усиление ощущения себя некой нации, некой группы социальной, и соответственно усиление ксенофобических настроений тем, кто не свой. Это важно для наших любимых игр. У любого ритуала есть психотерапевтическая функция, потому что, условно говоря, любые ритуальные действия помогают нашей психике заземляться и приходить в порядок. Фактически любой ритуал, любые какие-то размеренные действия по установленному образцу работают у вас на снижение уровня кортизола в крови. А групповые ритуалы добавляют вам не просто снижение уровня кортизола в крови, но еще и окситоцин, который работает на их хорошее настроение и на цементирование ощущения, что вот этот пацан – он свой, на установление более плотных эмоциональных связей с членами своей группы. А когда мы чувствуем, что мы не одни, для нас это очень поддерживающе, нас так говорят. То есть мы же эволюционировали как коллективный вид, а не как одиночки и индивидуалисты. И чем больше мы чувствуем поддержку общества, тем меньше мы чувствуем угрозы собственной витальности, собственной жизни, ниже уровень стресса, больше уровень положительных нейромедиаторов в крови. Я надеюсь, что все пусть минус понимают сейчас, о чем мы говорим. Да? Про нейромедиаторы, которые там влияют на ваше хорошее настроение. Окей. И еще четвертая функция важного ритуала – это функция сохранения социальной памяти. Довольно часто многие групповые социальные ритуалы, они фиксируют некий паттерн поведения, как принято делать в нашем обществе. Сейчас на данный момент для нашего общества у нас довольно мало можно выделить коллективных, вот этих групповых ритуалов, которые будут сохранять эту социальную память как надвести. То есть, условно говоря, у нас там даже ритуалы свадеб, похорон очень сильно разрушились и трансформировались в некие мероприятия скорее индивидуального характера, нежели коллективно вообще. Но если мы смотрим назад немного на нашу же собственную историю, на наше общество менее урбанизированное, мы видим, что есть четкие паттерны и правила поведения, как следует проводить какие-то ритуалы, и это неким образом сохраняет, как надо вообще вести себя в каких-то жизненных ситуациях. Вот. Так. Ага. Переходим к самому приятной части. В общем-то. Зачем вообще нам конструировать ритуалы на орневых играх? Затем, что... Ну, мой дезис такой, что мы можем конструировать ритуалы на орневых играх и как мастера, и как игроки. Мы можем конструировать их социальные. Это... Как бы любые ритуалы будут работать, могут работать на функцию, короче говоря, на обеспечение более плотной, качественной, интересной игры нашим участникам. В какой-то момент, ну, там, любые ритуалы будут заземлять наших участников, потому что они будут бегать по потолку того уровня негативного или положительного стресса, который они получают в процессе играния. Ну, и, соответственно, у игроков будет больше поводов в ритуалах построить те самые эмоциональные связи, которые обеспечивают нам классное ощущение пребывания на орневой игре. В общем-то, что нужно сделать, чтобы сконструировать любой ритуал? Ну, то есть, понятно, что мы можем конструировать ритуалы до ролевой игры, мы можем конструировать ритуалы во время ролевой игры. Будет довольно... В смысле, там, основная проблема конструирования любого социального ритуала, это не перегрузить эту историю так, чтобы игрокам, участникам нашей ролевой игры или моимся игрокам, для которых я конструирую этот ритуал, его было просто сделать. То есть, мы не можем в голове обнести не очень быстро какую-то тяжелую, сложную конструкцию, а какую-то простую, с запоминающими серьезными действиями, ну, как бы, любой всегда проведет. Но, в общем-то, как конструироваться вообще любые ритуалы? Нужно понимать изначально, кто участники нашего ритуала. Нам нужно выбрать тип ритуала. В этот ритуал, вернемся к типу ритуала. Он у нас будет происходить в кризисное время, или он будет являться каким-то отражением календарного условного ритуала для нашей ролевой игры. Ну, то есть, условно говоря, там, мы начинаем нашу ролевую игру с празднования Нового года или празднования какого-то праздника. Понятно, да? Им этот праздник вообще-то классно было бы заранее сконструировать как ритуал. Вот. Это будет ритуал на проведение какого-то, ну, сплачущего мероприятия для команды, которое будет происходить раз в какой-то, ну, там, не знаю, раз в экономический цикл, чтобы ваша команда каким-то образом, ну, сплотилась, притерлась, почувствовала чувство плеча. Потому что очень часто бывает так, что до игры люди не успевают это чувство плеча почувствовать. Бывает так, что на игре интенсивность игры может быть такой, что команда может бегать у вас в разных направлениях, в разные стороны, в разные места, и вот этого чувства плеча командного может не возникнуть. И ответом, что с этим сделать, может быть какой-то вот периодически повторяющийся командный ритуал, который сработает на сплачивание вашей группы, так что, когда вы находитесь вне ритуала, вы все равно знаете, что вот этот пацан, он мой. Да. А, да, ну, да, про это сейчас тоже расскажу. Вернусь. В общем-то, когда вы понимаете, какой тип ритуала, для чего он вам, короче говоря, нужен на вашей рулевой игре, вы всегда выбираете ведущего ритуала. Почему так? Потому что любая группа, она дезорганизована, не способна в большинстве случаев какой-то коллективной самоорганизации. Всегда в ней либо находится, либо не находится какой-то лидер. Но вообще классно, если вы лидер в конкретном ритуале, вы выбрали заранее. Потом. Обязательно важно определить точку входа в ритуал. То есть, условно говоря, обозначить конкретное время, место, где вы собираетесь, и где у вас начнется этот ритуал. И некие действия, которые вас в этот ритуал вводят. Например, все собираются в длинном доме у викинга, и прекрасные девы валькирии, ну не знаю, не валькирии, короче, прекрасные девы обносят всех участников этого ритуала, не знаю, медом. Или вы собираетесь на главной площади города, и три раза бьет гонг, и это означает, что вот вы сейчас входите в эту точку, когда начинается ваш ритуал. То есть, некое действие, которое сфокусирует внимание участников на происходящем, и, ну как бы, вовлечет их в некий магический круг этого ритуала. Магический я сейчас говорю в социологическом плане, а не в плане, там, конкретных, ну, продолжения. Потом. Нам нужно определить, какие ритуальные действия будут в ходе этого ритуала совершаться. Там, например, три раза стукнул гонг, там, не знаю, король произнес речь, стражники, которые, там, для которых читалась речь этого короля, скажут какие-то ритуальные слова, какую-то огласовку, сделают ритуальные жесты. После чего, там, гонг три раза прозвучит, и ритуал закончится. Или вы собрались на, там, коллективный ритуал, например, коллективный ритуал на ролевом игре может быть пир. Пир начинается, там, с момента, когда все участники, там, не знаю, ловят момент тишины. Главный, кто на перу, например, это проводящий пир, или, там, не знаю, гонг, или еще кто-то, ну, кто является центральной точкой фокуса, внимание объявляет, что пир начинается, а у этого пира всегда должно быть, ну, какое-то четкое структурированное, четкая структура, например, вот сейчас говорят речи, здесь выступление, не знаю, каких-нибудь выступаторов, здесь выносят поросенкой и всех наделяют кусочком этого поросенка, символизирует тем, что здесь, там, среди всех собравшихся равны, или еще что-нибудь в любом духе. Там, пир завершается, всех просит удалиться из зала. В общем-то, очень важно, когда вы любое конструируете ритуал, или делаете любое какое-то групповое действие, определить его структуру, потому что чем жестче у вас тут структура, тем быстрее и вовлеченнее будет проходить сам ритуал. Ну, и важно обозначить завершение ритуала всегда, потому что людям, ну, психике нужно дать сигнал, что мы сейчас вышли из этого ритуала, вышли из этого ритуала, и все закончилось, можно идти дальше играть, там, ролевую игру вести повседневную деятельность, все в таком духе. Есть ли вопросы в первой части? В общем-то, вот этот список, он не полный. Это то, что я набросала по собственной памяти, по играм, где я была мастером, и мне нужно было сконструировать коллективные ритуалы для моих игроков. Например, вот история коллективной пирс-программы. У нас была игра ролевая «Черный Самай». Она была про жизнь тяжелую Сиду в холмах. У них там были всякие интриги, все в таком духе. Одним из центральных мероприятий, собственно говоря, этой ролевой игры, являлся пир, на котором мы пир начали, условно говоря, с того, что там были сказаны конкретные речи. Люди людям на тележечке вывозили еду, расставляли, ну, короче говоря, и в процессе этого каждый из участников говорил какие-то заготовленные речи, либо делал выступления, и у этого мероприятия был некий конец события, обозначенный некое ивентное событие. Вот. Пример хорошего коллективного ритуала. На недавней игре «Тюдоры» был ряд коллективных ритуалов, которые точно так же фокусировали внимание игроков к некому событию конкретному. И у каждого из этих ритуалов был четкий вход, некое начало распорядителя ритуала, действия, которые происходили в процессе этого ритуала. То есть там были пиры, там были рыцарские бои, и, условно говоря, там, например, рыцарский турнир – это тоже некая форма коллективного ритуала. Когда мы входим в него, когда там герой говорит, что мы собрались здесь, чтобы посмотреть на коллективные бои, у каждого из участников этого ритуала есть свои, ну, там, некие функции. То есть там кто-то кричит о голосовке и слова поддержки, кто-то бьется на сцене, там, в конце объявляет победителя, хоп, коллективный ритуал закончен. Но при этом всем участникам этого ритуала есть ощущение некой общности, что мы поучаствуем в неком событии, кто-то бился, кто-то, ну, там, орал поддерживающие, там, не знаю, слова, там, не знаю, за короля, там, за вот этого классного парня в сияющих доспехах и все остальное. Вот. И мы выходим в это ощущение, что человек, с которым я участвовал, покричал эти кричалки, он там вообще очень классный. Коллективный обмен на сковороде. Игра «Ведьмам» 2014 года. «Ведьмам» – большая игра. На этой игре важно было сконструировать для нас механизмы разжигания ксенофобии между разными странами-локациями и усилить групповые чувства людей, которые относятся к конкретной локации. Я была легом локации «Кэндвен». И что я сделала для своих игроков? Я сконструировала им некий объединяющий эпос, который добил на их коллективное чувство вины и ответственности, рассказав, как чудовищные коварные эльфы, по принципу, взята была в базу история про гамеринского крысолова. Коварные эльфы как-то однажды лишили коэндвен всех коэндвенских детей того поколения. Это объединило неким образом людей Кэндвена. С тех пор они ненавидят все эльфийское. А для того, чтобы эта история не забылась, у нас раз в экономический цикл была такая штука, как «Час мастерства», где в каждом локации были свои мини-игры, направленные на добычу каких-то ресурсов. Потому что каждая страна производила какой-то ресурс. Я заменила «Час мастерства» на коллективный круг, когда весь коэндвен садился в один круг большой. Они пускали по кругу братину, в чашу с вином, водой и всем остальным. И они должны были в час этого мастерства рассказывать истории по определенному паттерну. Было необходимо хвастаться, как мой предок, или я, или мой брат, или мой сват победил коварных эльфов. То есть производить какую-то героизацию и мифологизацию прошлого. Нужно было хвастаться героическими деяниями с этой ролевой игры, где часть коэндвенцев была свидетелем этого события. И таким образом у меня весь мой коэндвен, то есть вся эта общность игроков, она знала, что происходит вообще у них в стране, с их товарищами. И таким образом транслируется эта функция передачи памяти от одного игрока на другую. Когда у них был час поговорить, похвастаться, рассказать какую-то историю, байкну с прошлого, все это сопровождалось вот этой братиной. В конечном итоге у них по сигналу Бонга этот ритуал завершался. Особенность истории с коэндвеном была такая. Я была недавно переехавшим в этот регион мастером, поэтому я регион набрала из одиночки. Что это означает? Что люди, которые приехали на эту ролевую игру, они были практически друг с другом внутри этого коэндвена незнакомы. То есть там были атомарные общности, типа 2-3 человека, которые друг друга знали. Или знали очень опоследованно. А в процессе вот этих коллективных братьев они с друг другом настолько плотно перезнакомились, что к концу игры уже было понятно, что это конкретное, очень сплочное государство со своими перипетиями, со своими внутренними мифами и героями о том, как героических король Павлового в Лосаде, и бедами и подкалинками левикарских военных, ну и всего остального. Вот, вот, хороший способ ритуализировать, ну там, объединить, короче говоря, людей внутри, например, в ваших локациях. С учетом того, что, говорю, там, у нас до игры они приехали на строяк, они даже договориться не могли, как они строят. Хотя, конечно, как вы знаете, строяк – это тоже коллективный ритуал, который способствует восстановлению сильных эмоциональных связей между теми людьми, которые вместе строят. А вот те, которые не строят, с ними сразу уже такие ксенофобические настроения начинаются. Вот. Очень классные ритуалы коллективные могут быть конструированы. Коллективное принесение присяги, коллективный прием на службу, ну, к, там, например, там, не знаю, отряд наемников нанимается к конкретной личности. Там, как при мне конструировались подобные ритуалы? Группа людей выстраивали, ну там, постойки смирно. Ведущий ритуал говорил, там, готовы ли вы принести присягу? И все такие, да, готовы. Зачитывался текст присяги, и каждый повторялся текст присяги, ну, там, по предложению коллектива. Там, в конце всем раздавались, ну, какие-то звездочки, нашивки, короче говоря, знайте, что они прошли этот ритуал привесения присяги, и теперь принадлежат к этому сообществу. Типа, ритуал заканчивался. Типа, вольно разобиться. На что способствуют подобные ритуалы? Они способствуют на то, чтобы группа ваших игроков, которая пришла вливаться в некий коллектив, в некий социум, а у нас внутри любой игры все равно же, да, игроки напиливаны на какие-то локации, на какие-то группы функциональные, на какие-то, ну, там, условно говоря, это, например, корпорация X, или государство X, или люди-барона, там, не знаю, N. Вот. И подобные коллективные ритуалы, они просто способствуют вхождению одной группы людей, там, маленькой, да, наемники, в группу людей, группу людей побольше. Как еще может быть поработать принесение присяги? Присяга может быть, ну, как бы, ритуалом инициации. Когда, например, свежий пример, я съездила на очень классную игру с ярославцем, игра была про академию космических пилотов. И все пилоты были, ну, там, знаете, таким вот, курсом. Когда в час опасности нас выстроили и заставили принести присягу, как бы, сказав, что вот, после этого ритуала присяги мы стали мичманами, принадлежащими, там, военно-космическому силам. Это, ну, во-первых, мы такие сразу-таки ощутили, что мы реально произвели, ну, внутри нас произошел такой вот некий переход мысленно, что я вот не просто разгильдяя курсанта, я целый мичман, я должен себя вести определенным образом, чтобы не позорить, там, честным зереном, например. Да, то есть, вместе с перенесением присяги я и мои товарищи переняли некий набор норм и правил поведения, которые характерны для нашей новости в социальной группе. Ох, вот, что еще хорошо работает, ну, там, как коллективный ритуал, коллективный ритуальный жест и слова. На игре Великая война мы были Римским регионом и нам как бы стояла задача после каждого выступления наших генеральных лиц каким-то ритуальным жестом приветствовать, либо приветствовать наших лидеров, либо поддерживать наших лидеров некими ритуальными жестами. По понятным причинам мы не могли взять реальный исторический жест римских регионеров, поэтому мы придумали, что мы всем коллективом всегда будем делать двойное постукивание по груди. И когда нас выстраивали в не знаю, в цепь, там, не в цепь, короче, у нас было построение, говорили, сказать, речь, мы такие, служи у Римской империи. Отлично работает, когда рядом с тобой это ору там еще там 10 человек. Сразу чувствуешь, что, во-первых, это свои пацаны, во-вторых, понятно, что мы-то можем так стучать, а презренные людей не очень. Вот. А вот там на задних рядах сидит Дима Арн, который показывает жест на игре Магеллан. Была группа людей, которые причисляли себя к выходцам с Марса, и они сделали конкретный жест, такой, да? Вот такой конкретный жест, который помогал им идентифицировать других как участников своей группы. И когда они там тоже встречались, они тоже друг к другу там все коллективные показывали этот жест. И это наше слово. Хороший пример игры по БСГ и вот эта классическая речевка, которая заканчивает любые эпические выступления БСГ-шных командиров. И это наше слово. Если сказать сейчас коллективное это наше слово, вы почувствуете, как в груди станет тепленько. Прямо очень тепленько. Потому что вас сейчас в этот момент вас объединит вот эта речевка или вас в этот момент объединит какой-то коллективный жест. Условно говоря, если речь идет про религиозные какие-то ритуалы на ролевых играх, ну тут тоже все понятно, христиане изобрели все, ну и все остальные мировые религии. Когда идет литургия, когда идет служба, в определенные моменты все мы совершаем некие ритуальные действия, крещение или в других религиях по-моему какие-то еще жесты, руками и какие-то слова. Это тоже одна из таких историй. Поэтому, когда вы конструируете какую-то такую историю, и вы хотите, чтобы у вашей группы был некий небольшой коллективный ритуал, даже если вам, например, вам помогу перы, обмена историями, у вас нет пресной ритуалов инициации перехода с присяг, которая на службу, но вы всегда можете сконструировать какие-то слова и жесты, которые будут принадлежать конкретной группе, и эта группа будет использовать их в определенные моменты, установленные вами. И это всегда будет работать на их групповое сплочение и повысит узнавание свой-чужой. Еще одни из важных коллективных ритуалов, которые мы редко почему-то делаем на релевых играх, то есть на релевых играх мы вообще очень плохо работаем с темой смерти и стараемся тему смерти как явления я максимально выкинуть из нашего поля сознания. То есть не знаю как у вас, а очень часто на релевых играх где персонаж смертен, игроки всегда пропускают моменты похорон в прощании с умершими персонажами. То есть бывает так, что там типа а где Вася? Вася умер. Ну ладно, играем дальше. Вот. А короче говоря, ну то есть и моя гипотеза почему мы это делаем, потому что мы сами как люди боимся страха смерти, у нас есть большой страх смерти, а любой ритуал похорон и прощания он подкрепляет этот страх в смысле он актуализирует не подкрепляет, он актуализирует этот страх смерти в нас и мы такие ну пожалуй как-нибудь хотя это является точно такой же формой актуализации наших групповых связей, потому что на похороны собираются ну то есть на реальной похороны обычно собираются все родственники покойного, все друзья покойного и они проходят этот момент коллективного горевания, который их сплачивает таким образом. у меня есть подозрение что это еще связано с тем что либо ты это делаешь над телом и там лежит человек возможно ему холодно на этой пенке и вообще он хотел бы уйти но он все это слушает либо что еще человек уже ушел убирать в яднике и ты делаешь и чувствуешь фарс чувствуешь фарс мне кажется что очень часто избегается как раз поэтому хотя я однажды была человеком которым вы рыдали и рыдала сама в процессе но это было скорее исключение тут хороший вопрос как мастера как мастера актуализируют необходимость подобных ритуалов в своих правилах то есть условно говоря я в последнее время много мастерила игр по китайцам и там прям чтобы люди не забывали что нужно там все это делать прям прописывалось что друзья у вас есть там час чтобы похоронить вашего дорогого близкого человека выберите предыдущего ритуала прощания ну там определенные действия которые нужно будет делать и игроки в целом нормально в это играют потому что они помнят что вот у нас человек умер нам нужно с ним попрощаться потом играем дальше в этот момент очевидным образом ролевая игра ну стопориться для части полигона потому что они вынуждены сделать стоп в бешеном потоке событий для того чтобы выделить время на ритуал прощания но тем не менее с точки зрения ну там по пользы для психики игрока возможности ну то есть в тот момент когда игроки делают любые ритуалы по ухорону прощания они фактически скидывают уровень кортизола и приводят его в норму и выдыхают и после этого можно идти дальше лежать играть это в целом полезная история потому что как вы не знаете на ролевых играх мы получаем невероятное количество стресса в смысле нейрофизиологически получаем невероятное количество стресса невероятное количество кортизола плотный горизонт событий любой ролевой игры заставляет нас этот кортизол только добирать 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 и если у нас не будет каких-то периодов в которые мы сядем и заземлимся а ритуалы для заземления очень классно работают то в конце игры вы стоите легкую кортизоловую депрессию в смысле легкое вгорание за счет того что вы просто не сбросили этот кортизол вот и чем интенсивнее у вас будет ролевая игра тем жестче у вас будет дроп и падение после этой ролевой игры ну все знаете вот это чувство опустошенности ролевая игра закончилась мы потусили побратались с чуваками и уехали с полигона вообще самое короче тяжелое что ты можешь по отношению к себе сделать ты сыграл в ролевую игру и ролевая игра закончилась пора и ты такой всем чмокинем ломчаться мне пора завтра на работу вот хотя после любой игры любой случается опять же коллективный социальный ритуал под названием пьянка вот на который чем больше ты потусил чем интенсивнее ты поговорил со своими товарищами чем больше ты рассказал как ты сыграл или как они сыграли тем больше он улучшает эмоции тем лучше для тебя с точки зрения нервной физиологии процесс сбрасывания стресса происходит вот скажите пожалуйста так у нас времени осталось одна минута физически можем чуть-чуть задержаться а есть у кого-нибудь запрос на концентрирование ритуала для его ролевой игры давайте поднимайся рассказывай нет так так а ты можешь встать чтобы я тебя видела и погромче говорить здесь а вы опоздали и не видели эту схему еще раз проговаривать что условно говоря чтобы у вас ну то есть у вас могут быть стихи и ритуалы на ролевых играх ну там ролевики в принципе любые люди они склонны к неким формам самоорганизации и ну там стихийным проведения ритуалов которые у нас накоплены в нашей коллективной памяти игротской ну то есть мы берем наше познание о реальном мире о реальных ритуалов в которых мы участвовали и стихийным образом создаем их на ролевой игре так или иначе но как бы мы можем к этому подойти осознанно и осознанно конструировать такие ритуалы вот а чтобы конструировать надо знать кто у вас участвует кто ведет ритуал как в ритуал войти и выйти и что будет происходить в процессе а происходить в процессе может быть всякая разная в зависимости от того что вам нужно то есть нужно инициировать короче говоря людей сделать переход из одной социальной группы в другую то мы там присяга принесение клятв не знаю там ритуалы братания короче говоря всего такого нужно нам инициировать каких-то людей мы там говорим что соверши определенные действия после совершения определенных действий принеси короче говоря мне там не знаю сердце олени которое ты добро в лесу там ты делаешь что-то с участником посредством этого сердца все финал короче говоря ты там инициировался например как охотник примитивного общества еще что-то ну использование каких-то ритуальные раскраски употребление пищи коллективной хочешь ритуал на поддержание коллективной памяти и на инициацию плотных ритуальных связей посади людей вместе ну натурально пить рассказывать истории есть совместную пищу вот хочешь раскачать эмоционально своих участников для того чтобы у них была очень плотная экологическая сцепка с друг другом и существующим вашим режимом придумайте конкретные жесты конкретные огласовки и договоритесь в какие моменты вы все время коллективно будете огласовки говорить ну то есть все довольно просто главное системы друзья надеюсь мне кажется все точно все надеюсь вам было хоть как-то полезно да спасибо огромное что вы слушали вот этот как бы я не готовилась супер много к этому семинару у меня просто Настя не пришла попросила дэри блока что-нибудь в смысле мы с ним поговорили посмотрев как пустеет сетка из-за того что люди не доезжают там я сейчас помню у них вот реанимировала свой семинар в 2015 того что спасибо спасибо всем что пришли от